Доклад. Слово представляется главным анестезиологом-реаниматологом МЧС России, заведующим отделом анестезиологии и реанимации в ЦЕРМ им. Никифора Шелухину Данилу Санычу. Тема доклада. Технологии экстракорпоральной мембранной оксигнации в многопрофильной клинике, стационарный и транспортный вариант. Докладчики, я прошу следить за регламентом, потому что у нас очень так все события связаны по времени, чтобы нам не сдвинуться. Все, пожалуйста. Доброе утро, дорогие коллеги. Я осознанно сокращу ряд слайдов, потому что опаздываем на 20 минут, поэтому будем скоро поезд нагонять. Остановлюсь на основных моментах технологии. Это технология, позволяющая протезировать функцию легких сердца, что расширяет наши возможности во всех специальностях медицинских, не только реанимации, но и хирургические. Коротко очень, что представляет из себя технология. Это, по сути дела, забор крови из организма в объеме 2-6 литров и в течение минуты возврат в организм этой крови, оксигенированный, с удаленным углекислым газом. От простого и сложного скоростные характеристики и также есть варианты подключения этой технологии. Они отличаются периферическое, что с успехом используют анестезиологи, ренематологи, врачи скорой помощи, и центральное подключение в операционные кардиохирургами. Вена артериальная в основном решает задачи сердечной недостаточности, веновенозной и кмо-легочной недостаточности. Есть варианты смешанного подключения, более сложного. Это один из наших пациентов. Немножко об истории вопроса. Мне очень приятно говорить о том, что у истоков этой технологии стоял наш соотечественник, лауреат. Сталинской, ленинской премии Сергея Сергеевича Брюхоненко. Дело было в 1924 году. После Первой мировой войны голод, разруха, тотальная нищета, но вот эти технологии были реализованы в нашей стране. Это признают все и во всех учебниках, включая Библию и Кмо, американский учебник. Этот факт также освещен. Это голова изолированная собаки. Подключается насос по вено-артериальной схеме. В данном случае поршневой два насоса. Сейчас технология шагнула вперед. Те же задачи решает уже один насос с активным разрежением из вен и нагнетанием крови в артерии. Интересный факт, что фильм этот был снят в 1935 году и переведен в том числе на английский язык с рассылкой в Европу и в Штаты. Отсоединенная голова собаки, приподключенная к аппарату, мы видим, что она живая. Рефлексы у этой головы все работают. Ресничный рефлекс. Реагирует также на раздражение. Со слизистых рецепторы воспринимают информацию. Эта история послужила прототипом такого произведения, как голова профессора Дуоля. Тогда это воспринималось как фантастика, а сегодня это реализовано на практике уже в технологиях медицинских. Современная история. 1971 год. Это уже Соединенные Штаты, Санта-Барбара. Поле травмы у пациента. Автомобильная катастрофа. Разрыв аорты. Вторичный дистресс-синдром. Трое суток он проводит на искусственной кровообращении. Размеры оксигенатора в то время, сейчас они помещаются в ладонях. Когда применять эту технологию? Основная идея с точки зрения физиологии, это изменение соотношения потребления и доставка кислорода. Что сопряжено и с циркуляторными нарушениями, и дыхательные расстройства, и даже уровень гемоглобина. Противопоказания хотел бы отметить. Основные это черепно-мозговая травма с рисками геморрагических осложнений, и относительно это кровотечение с возможностью хирургического гемостаза. Даже поле травмы на сегодняшний день, минно-взрывная травма, огнестрельные ранения не являются противопоказанием для использования этой технологии. У детишек есть также дополнительные противопоказания, определены в основном массой и сроками гистации. Для чего с клинических позиций используются технологии? Это две большие нозологические группы. Первая – дыхательная недостаточность. Помимо пневмонии, это тяжелые проявления респираторного дистресса, синдрома, в том числе вторичная. Помимо травмы, также ожоговая болезнь. Известное американское издание New York Times в прошлом году открыто публикует данные летальности от пневмонии. Это порядка 40-70 тысяч в год на общую популяцию в Соединенных Штатах. У нас, я думаю, цифры не меньше. При поле травмы вероятность развития дистресс-синдрома порядка 15%. Главное – не применять гепарин и осуществлять вовремя дэмидж-контрол. Об этом один из следующих докладов будет. Ожоговые пациенты. То, что в нашей клинике есть. Детства у нас нет, но также активно применяется эта технология. Вторая большая нозологическая группа – это сердечная недостаточность, синдром малого выброса, различные циркуляторные шоки и лист ожидания на трансплантацию легких сердца. То, что у нас в клинике есть, и пациенты были реализованы, это использование этой технологии при остром коронарном синдроме, поддержка до момента открытия артерии, блокированной. Доступ при этом, по сути дела, для рентген-хирургов осуществляется на этапе скорой помощи. Отдельная тема заслуживает так называемая экстракорпоральная сердечно-легочная реанимация и CPR, официальный термин на сегодняшний день в международной литературе, считается самой эффективной реанимационной пособией. На сегодняшний день впору переписывают традиционные учебники. Происходит это обычно вот таким образом. Подключается, канюлируется крупная бедренная, в данном случае, артерия, периферическое подключение, это делается по сельдингеру, то, чем хорошо владеют реаниматологи, анестезиологи. Обязательное применение ультразвуковой технологии. Также канюлируется бедренная вена с последующим подключением самого аппарата, и объемная скорость в этом случае должна приближаться к минутному объему кровообращения, к 100%. Скорая помощь, этап догоспитальный. Также активно применяем эту технологию с некоторого времени при разных нозологических состояниях, перечисленных. И если эвакуация с места ЧАЭС работает по принципу «хватай и беги», то медицинская эвакуация интеллигентная, высокотехнологичная уже задается вопросом о транспортабельности пациента. Это миф или реальность? Перечисленные состояния являются абсолютным противопоказанием для использования этой технологии, пока не решена проблема. А вот все перечисленные здесь нозологии при применении этой технологии уже будут относительными. Опять же, в пору переписывать учебники о противопоказаниях решения вопроса о нетранспортабельности. Четко должны понимать конечную цель, для чего мы применяем эту технологию. Некоторые клинические случаи хочу показать. Молодая женщина, 25 недель беременности, свиной грипп заболел. Дело было в Италии. Находилась на ЭКМО 4 недели вместе с ребенком осознанно, чтобы успел созреть сурфактанты легкие. После этого выполняется кесарево сечение. Мама продолжает еще неделю находиться на ЭКМО и удачно выписывается с ребенком через 2 месяца после всех этих событий. Это уже наши клинические случаи, о чем в первом докладе была информация. Это первый эпизод свиного гриппа в России, эффективно вылеченный с помощью этой технологии. По так называемой ЭКМОНЭТСКОМОРТАЛИТИ риск летального исхода 100% был риск летального исхода у этого пациента. Данные КТ, массивные эмфиземы мы видим во всех межфосциальных пространствах. Во время реанимационных мероприятий происходило подключение. На тот момент мы еще не были уверены в своих силах, поэтому применяли на госпитальном этапе позже, и, обладав транспортными технологиями, конечно, нужно было именно у этого пациента на догоспитальном этапе осуществлять подключение. С ним все хорошо, пациент полностью восстановился, из особенностей полная ретроградная амнезия была в возрасте 27 лет, он заново учился жить, для него все слова были новыми, родственники он узнавал этих людей заново, с полным восстановлением сейчас работает. Крайне клинический случай хочу привести в своем докладе. Это первая транспортировка пациента на дальние расстояния, 2500 километров, авиационная эвакуация. Опять же, пациент с рисками летального исхода 100%, взяли на себя ответственность и справились с этой задачей. Крайне тяжелое состояние. Прошу прощения у пациента для экономии времени. Помимо дыхательной недостаточности у пациента также сепсис, с проявлениями полиорганной недостаточности. Совместная операция была с Министерством обороны, первый успешный опыт. Многоэтапная эвакуация. Госпитальный период составил больше 40 дней. Риски, которые мы оцениваем при использовании этой технологии, это шкала Мюррей, тяжесть респираторного дистресс-синдрома. Соответственно, все наши пациенты, это практически риск летального исхода от 80 до 100%, попадают именно в эту категорию. Также шкала Экмунет-Ско, риск летального исхода обязательно применяется. Есть дополнительные шкалы, которые применяются также при этой технологии. Вот интересные данные по выживаемости. Касаемо дыхательной недостаточности, это порядка 60%. Касаемо сердечной недостаточности, порядка 40% данные Международного регистра. При свином гриппе цифры значительно меньшей выживаемости, 27%, а это данные по нашей клинике, 50% выживаемости при свином гриппе. Всего у нас 4 пациента было. Динамика за прошедшие 4 года использования этой технологии уже в нашей клинике. При дыхательной недостаточности выживаемость составила 78%, при сердечной 33%. При транспортировках, еще раз акцент сделаю, что эти пациенты были от 90% до 100% вероятности летального исхода. В нашем случае летальность была 0%. Также анализировали причины подключения. Больше пациентов у нас с проявлениями дыхательной недостаточности. Диагноз основной – это пневмония. Но также и тромбоэмболия были диагнозы, о чем в предыдущем докладе было озвучено о рисках. Стационарное, транспортное ЭКМО и на выезде в других стационарах. Мы видим, что транспортное ЭКМО специфика нашего учреждения – 36%. Использование других технологий в заместительной почечной терапии было в общей сложности более 50%. И причины летальных исходов – это инфекция, резистентная госпитальная флора, серьезная проблема, ну и также полиорганная недостаточность. Также посмотрели профиль бактериологический, и мы видим, что госпитальная инфекция является основной причиной проблем этих пациентов в плане летальных исходов. Очень важный этап – это подготовка персонала, проводятся также учения в нашей клинике. Сегодня на выставке вы можете посмотреть и в вертолете оборудование специфическое по этой тематике. Аппараты, которые представлены в нашей клинике, они есть стационарные и транспортные. УЗИ-навигация, о чем я уже говорил, обязательно без нее эту технологию крайне высокого риска нельзя применять. Отделение переливания крови должно располагать технологиями хранения крови длительных сроков заготовки, что опять же реализовано у нас на практике. Ну и, конечно же, наличие всех диагностических возможностей и смежных специальностей. То есть это функционал клиники многопрофильной обязательно должен иметь место. В заключении доклада немножко об экономике. Стоимость первых суток этой технологии почти полмиллиона. Это без диагностики и медикаментов. И стоимость последующих суток, ну, в общем-то, это основной фактор, который сдерживает развитие этой технологии на сегодняшний день. Спасибо за внимание.